МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Попробуй купи». Как хорошо, когда дома тепло, уютно и чисто. Так что сегодня мы отправляемся выбирать средства для уборки квартиры. Хотя ванная комната и туалет занимают у нас мало места, но чтобы вымыть их до блеска, нужно очень постараться. Вот такие у нас бывают сложности. Грязь, ржавчина, известковый налет и желтые пятна. Я с собой принесла инструмент сегодня, лупу, и будем мы все это дело изучать через лупу. Так, будем присматриваться. Очень мелкий шрифт, и вообще ничего не видно. Вот, вы знаете, у меня даже возникла идея сделать отдельную программу про мелкий шрифт. Я хочу спросить у наших производителей. Ребята, вот вы экономите на бумаге. Почему вы так к нам относитесь, что мы должны приходить с лупой, вот здесь все разглядывать. Это вот на самом деле некрасиво и нечестно с вашей стороны. Сейчас я предлагаю посмотреть средства для мытья раковины или ванны, да, ванной комнаты. Вот, наш честный продукт чистим ванную. Так, стоит 300 граммов 62 рубля. Недорогое средство. Вот здесь, кстати, и написано нормально. Кварцевая мука, 30% вода питьевая, глицерин, натрий, калин, стекло натриевое, жидкое, натрия, душка. В общем, здесь, конечно, состав мне ничего не скажет, но хотя бы его видно. Средство для уборки дома универсальное. Один литр стоит 163 рубля. Химроз. Устраняет неприятные запахи, экологически безопасно, с антистатиком. О, и написано хорошо. Мне нравится это. Значит, изготавливает это Санкт-Петербург. Пойдем спросим у наших покупателей, как они выбирают средства для дома, для чистки дома. Пошли. На что обращаете внимание, когда покупаете, по уходу за домом? Что рекламируется в основном. А читаете состав, из чего состоит это средство? Пользуюсь старыми проверенными. А читаете состав, что написано на них? Да, читаю. Просто подхожу и беру, если честно. А читаете состав, что из чего состоит? А почему? Не знаю, надо? Супруга этим занимается. А вы? А я другим вещам. Чтобы разобраться во всех тонкостях моющих средств, я пригласила Александра Фейгина. Александр Семенович, я вот даже сегодня вооружилась инструментом. Хочу вам предложить. Спасибо. Но, к сожалению, в последнее время наличие лупы необходимый товар, потому что изготовитель печатает информацию таким способом, что его зачастую не прочитать без луп. Совершенно верно. Александр Семенович, на что обратить внимание при выборе моющего средства? На красивую упаковку, на производителя, на марку, на состав. Вот как разобраться с этим? Ну, прежде всего, надо исходить из того, какие отзывы идут от потребителей. Потому что сейчас, в общем-то, почти все средства действуют достаточно эффективно. Ну и, конечно, надо обратить внимание, нет ли у вас какой-то аллергической реакции на компонент, который может входить в состав данного средства. Все средства, они содержат либо хлор, либо какие-то кислоты, различные перекиси, которые убивают достаточно высокое количество микробов. Александр Семенович, ну давайте с какого-нибудь средства начнем. Я предлагаю для унитаза. Ну, давайте. Первые попавшиеся средства часто применяются нашими потребителями. Пишут, они, конечно, убивают, что 99,9% бактерий, но это, скорее всего, ближе к рекламному трюку. Содержат анеонные поверхностно-активные вещества. Ну, наиболее дешевые распространенные средства на основе фосфатов, очень эффективные, они обладают хорошим моющим средством. Давайте посмотрим, что там. Ну, вот тут соляная кислота идет, наиболее мягкие поверхностно-активные вещества, они легче работают с кожей человека и менее вредны для окружающей среды. Я что, должна прочитать все вот эти составы? Я должна вызубрить химию? Как мне купить это? Как я должна выбрать? Никак. Каких-то универсальных приемов нет. Выбирать, я считаю, нравится вам это средство или нет. Вот нравится мне эта упаковка и цвет. И цвет, и цена. Выберите. Тут вообще ничего не прочитали. Нет, ну, наш атырный спирт содержит. Вот. Как бы типичное средство, которым наши бабушки в свое время мыли стекла. То есть запасаетесь временем, чтобы выбирать какие-то бытовые химические средства для дома. А, ну вот смотрим, да. Вода, органический растворитель, неоногенная паф, это как бы, ну и дальше идут как бы одушки и все. Со всеми средствами работайте в перчатках. Потому что, в принципе, это и производитель. Внимательно читайте, во-первых, инструкцию, что там написано. Потому что старайтесь не переусердствовать, во-первых. 85 лет назад на территории Владивостока открылась артель по производству бытовой химии для улучшения качества жизни своих горожан. В 51-м году артель преобразовали в завод. Это было одно из крупнейших предприятий на Дальнем Востоке. Стиральных порошков, к которым мы сегодня привыкли, тогда не было. Цех по производству товаров бытовой химии производил средства для чистки белья. Ландыш, триалон, отбеливатели и пятновыводители. Волна, бриз, белизна, чистящие пасты, средства для мытья стекол, зеркал, кафеля, плит и духовок. Сегодня приморское предприятие расширяет ассортимент. Главная идея их продукции – безопасность всех средств для человека. Мы выпускаем гель для чистки туалетов, который представлен двумя видами продукции – с запахом эвкалипта и с запахом грейпфрукта. Отличие нашей продукции в том, что она не содержит хлор, то есть имеет очень приятный запах, но при этом обладает антимикробным действием. Ирина Викторовна, я сейчас хочу показать, что это действительно недорого для наших телезрителей, сколько это все стоит. Допустим, ребята, смотрите, гель для туалетов стоит всего лишь 55 рублей. Для ванн, раковин, кафеля и сантехники – 77 рублей. В принципе, цены очень такие реальные и доступные. Еще бы заострило внимание, наверное, вот на каком-то продукте, вот, тоже для стекол и зеркал – 71 рубль, для пластиковых рам – 92 рубля. И еще вот антижир, вот говорят, что это замечательное тоже средство – 86 рублей, цена доступная. Ирина Викторовна, расскажите нам, пожалуйста, еще про пасту. Я так понимаю, что паста разработана специально для нашей приморской воды. Что у нас за вода и что входит в состав этой пасты, как она вот работает, скажем так, против ржавчины? Поскольку у нас жилищно-коммунальное хозяйство желает лучшего, и нам подают достаточно грязную воду, поэтому ржавчина – это привычный гость в нашей жизни, поэтому вот эта паста пользуется очень большой популярностью, поскольку она помогает достичь белизны наших поверхностей в ванной комнате. В принципе, цены, ребята, очень хорошие цены, скажем так, для каждой домохозяйки. Спасибо огромное. Отправляемся дальше. До свидания. Пожалуйста, приходите к нам в гости. Спасибо. Итак, что нам удалось узнать? Средство для очистки туалета производства Японии. Один литр стоит 1 900 рублей. Производство Финляндии – 341 рубль. Питерский товар вам обойдется в 163 рубля. А средство, произведенное во Владивостоке, оказалось самым доступным. Всего 122 рубля за литр. Интересно, что об этих средствах думают наши врачи. Как их химический состав влияет на организм наших детей и наш с вами организм. Так что отправляемся за информацией. Здравствуйте. Татьяна Сергеевна, расскажите нам, пожалуйста, как часто можно пользоваться бытовыми средствами для дома? Не нанесут ли они вред здоровью? На самом деле мы с вами живем в эру максимальной чистоплотности. Практически каждый человек в своем доме использует средства для чистки поверхности. Какие-то бытовые средства, стиральные порошки. От этого никуда не убежать. Но тем не менее, на самом деле, нужно быть очень внимательными. Потому что в состав этих средств входят соединения, которые могут вызывать усиление аллергических заболеваний. Чистящие средства желательно без содержания фенолов. Это чистящие средства, которые минимально в себе содержат состав щелочей и кислот, различных ароматизаторов, усилителей запаха и красителей. Маркетинговый ход гипоаллергенно сейчас очень распространен. Поэтому внимательно смотрите, что вы покупаете. Внимательно используйте эти средства. Используйте защитные средства для своих кожных покровов, для слизистых оболочек. Иначе нам не защититься. Покупайте доступные вам средства и обращайте внимание на экологически безопасные компоненты. С вами была программа «Попробуй купи». До новых полезных и интересных встреч. Пока! Три, давай, нормально работаем. Три лучше. Тро-тро! Трик Cook Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok